Субтитры сделал DimaTorzok Вы уже поняли, если начали вести бюджет, что свои желания хотелку не так-то просто перебороть, не так-то просто ее сломать Мы говорим о денежном покаянии Еще один человек, который покаяние, изменение образа мыслей по отношению к деньгам И что это должно принести какие-то результаты в нашу жизнь Я вспоминаю сейчас царя Ахава Вы знаете, я упоминал, что десяток лет у меня был такой вопрос Бог сказал Илье на горе Синай помазать Азаила в царе над Силией И Иуя в царе над Израилем И Елисея в пророке вместо себя И он фактически, он не сделал ни одного из этих вещей Он не помазал Елисея А Иуя и Азаила Значит, Азаила помазал сам Елисей, не Илья А Иуя помазал даже ученик Елисея Почему это так произошло? Будет непосредственно инструкция Елисея И Илье на горе Синай И он не поехал в Сирию там чего-то делать, организовывать Это все произошло как-то по-другому Я спрашивал почему И выяснил вот ответ на этот вопрос У Ахава однажды был по соседству виноградник на Вуфе И он подумал, что вот неплохо было бы сделать из него сад И там так сильно хотел, что даже впал в депрессию Его жена Изавель сделала комбинацию Убила через подставных лиц на Вуфе И она говорит, да, он бунтовал В обвинении, что он бунтовал против царя И в этом случае его имущество переходит в казну И тогда Ахав идет в виноградник на Вуфе Взять этот виноградник к себе в владение Он заходит в этот виноградник Тот, о котором мечтал Тот, о котором он даже впадал в депрессию Что он его не может никак получить И вот он его получает Он заходит в этот виноградник Ну и вы знаете Вещь после того, как вы купились Сразу теряет Очень быстро теряет свое очарование Да, трава там не такая зеленая, как казалось раньше Да, там дорожки замусорены За этим надо все ухаживать И вот что-то, что-то, что-то не так Вот эта вот хотелка Она перестала на него влиять Как только он это получил И в этот момент к нему приходит Илья И сказал знаменитую фразу Рацахтовы гамьярашта Ты убил, еще вступаешь в наследство И вот в этот момент Ахав понял, что вот это того не стоило Вы знаете, есть такая мысль, идея Что если их имения находились рядом То, вероятно, они могли быть родственниками Стоило ли убивать родственника Чтобы получить его наследное имение Которое, ну вот не такое Вот такое-такое, что вот было целью Всей его жизни, что даже И Ахав кается Да, он кается И вот это покаяние Отменило все планы Бога По уничтожению Ахава И полностью его семь Не отменило, а отложило Бог говорит Илье Видишь, как смирился передо мной Ахав В его дни я не наведу на него вот эту погибель А в одни сына его я это сделаю Из этого мы учим, что покаяние спасает от смерти Покаяние помогает и приносит существенные результаты И там наверху что-то происходит Мы говорим о денежном покаянии И здесь я хочу сегодня вам рассказать о формуле Иосифа Вы знаете, если мы знаем Библию на уровне детской Библии с картинками То зададим вопрос Почему Иосиф стал первым после фараона И на первом первичном уровне он истолковал сон Он узнал, как истолковать сон И поэтому он стал премьер-министром Не все так просто Почему? Потому что мы с вами люди взрослые И мы знаем, что если человек истолковал сон Да, кажется, что так ему повезло Вот так вот, если бы мне пришли, рассказали Я бы тоже истолковал там коровы, пшеница, года, все И вот если бы мне так тоже повезло На самом деле мы знаем, что если прийти к начальнику Истолковать его сон Он скажет, молодец, на тебе медаль на шею И иди на свое место Большое спасибо Почему фараон его назначил премьер-министром? Более глубокий ответ Может быть потому, что Иосиф В своем ответе Иосиф Лавий Описывает это так, что Он говорит Он не только истолковал сон Начал еще предлагать план И говорит Фараон, Бог тебе это все открыл Не для того, чтобы тебя разрушить А для того, чтобы ты мог к этому подготовиться И вот такой план И план Иосифа Это Тратить только 80% от доходов И это сегодня для нас план Давайте попробуем Наш бюджет Спланировать так, чтобы тратить Только 80% От наших доходов Насколько был важен этот план Я расскажу Дальше Почему? И во-первых Можно подумать Что Фараон Ясно себе представляет Что Нормальному человеку Который в его окружении Очень трудно Не потратить 20% И вы знаете Большинство населения Тратит все Что им дают Поэтому он ставит Человека Который проверенный Прошел тюрьму И чтобы он этим Занимался И давайте Тогда посмотрим Еще глубже Посмотрим На мотивы Фараона Почему он это Сделал Такое предположение Когда Исследователи Начинают Изучать Древний Египет Там оказывается Очень много 30-40 Династий Династий Которые Смешают Меняют Друг друга И Происходят Самые настоящие Революции Дворцовые перевороты И все такое И инициаторами Этих переворотов Были Как правило Священники Почему Египет Плодородная Страна Самая богатая Страна Которая Живет На Земледелии Сельском Хозяйстве Там почти Никогда Не бывает Засухи И Нила Рашает Очень Плодородная Дельта Нила И вот Эту Страну Завоевывают Приблизительно В то время Завоевывают Кочевники Гиксы Они захватывают Египет Забирают Все богатства И начинают Египте жить Но чтобы Египет Дальше Продолжал Функционировать Вся эта Бюрократическая Машина Приводится В действие Священниками Только Священники Умеют Писать И читать И на самом деле Писать И читать На древнеегипетском Языке Очень сложно И только Не знаю Самые Не знаю Очень недавние Исследования Стали расшифровывать Что же там Написано Так вот Египетские Священники Хранили Тайны Счета Счета И письма От всех остальных Их нельзя было Ничем Заменить Можно владычествовать Можно владычествовать Над жрецами Жрецы Командуют Рабами Что там Куда Чего Идет Кстати Это было Одно из Градиозных Реформ Моисея Что он Ввел Еврейский Алфавит Который Все люди Смогли Читать И писать Вместо Этих Египетских Иероглифов Так вот Гексы Пришли к власти И они Управляют И они Пытаются Как-то Закрепиться В Египте Показать Что они Нужны Что без Ничего Здесь Не получится Чтобы не было Новой Революции И один Такой Пример Вероятно Вероятно Патифар Владелица Иосифа Был По происхождению Кочевникам Гиксам И он Женился На Египтянке Чтобы этим Бракам Показать Что он Таки Привязан К этой Земле Поэтому У них Семейный Семейные Конфликты Происходят Она Она Не верна Своему Мужу И Там Конфликт Иосифа Дальше Что происходит Что мы Видим Этот Фараон Вдруг Узнает Что Может быть Не урожай Может быть Его Как верхушку По инициативе Жрецов Быстренько Свергнут И поэтому Он делает Вот такую Комбинацию Посмотрите Вы приходите К начальнику И у вас Есть замечательный Проект Как это Принесет Прибыль Скажите Начальник Вам Поднимет Зарплату Нет Скорее всего Он даст Да Это мы Передадим Главному Инженеру Ты Занимайся Продолжай Заниматься Своим Делом Но Если Этот Проект Рискованный И он Может Не Получиться Тогда Этот Проект Поручат Вот тому Человеку Который Придумал С тем Что Если Этот Проект Не Получится То Виноват Будет Инициатор Как раз Специально Для этого Фараон Назначил Иосифа Да Этот Проект Рискованный Собирать 20% И накормить Их 20% В 7 Голодных Лет И Если Это Не Получится То За Когда В первый Голодный Год И Египтяне Приходят Фараону Что Нам Есть И Фараон Говорит А идите Как Иосифу Если У него Начнутся Проблемы То Мы Его И Казним Понимаете Я хочу Вам Донести Что Вот Этот План Расходовать Только 80% От Урожая Иосиф Положил Свою Жизнь На То Чтобы Этот Проект Был Реализован И Да Этот Проект Работал И Эта Схема Работала Давайте Посмотрим Такой Момент Бытие 41 Бытие 50 Глава Во времена Голода У Иосифа Умирает Отец И он Хочет Выйти Из Египта И похоронить Своего Отца В Израиле Посмотрите На Эту Сцену Когда Я Читаю Бытие 50 Глава 4 Стих Когда Прошли Дни Плача По нем Иосиф Сказал Придворным Фараона Говоря Если Я Обрел Благоволение В очах Ваших То Скажите Фараону Так Отец Мой Заклял Меня Сказав Вот Я Умираю В огробе Моем Который Я Выкопал Себе В земле Ханаанской Там Похорони Меня И Теперь Хотел Бо Я Пойти Похоронить Отца Моего И Возвратиться И Сказал Фараон Пойти Похорони Отца Твоего Как Он Заклял Заклял Тебе Посмотрите Такой Момент Иосиф Спасает Всю Израильскую Всю Египетскую Землю Фараон Очевидно Как мы Предположили Держит Его На Кручке И Не Хочет Его Отпускать Из Египта Обратите Внимание В 7 Лет Изобилия Иосиф Даже Не Послал Весточку Своим Родным Что Он Жив Даже Не Послал Письмо Своему Отцу Которого Он Любит Фараон Не Разрешает Поэтому Иосиф Пользуется Манипуляцией Он Не Говорит Фараону Отпусти Меня В отпуск Он Говорит Придворным И Он Говорит Придворным Не Просто Отпусти Меня В отпуск Он Говорит Отец Меня Заклял А я Пообещал То есть Он Показывает Конфликт Я Пообещал Тебе У меня Есть Обязанности Перед Тобой И У меня Есть Обязанности Перед Отцом Вот В этой Ситуации Есть Конфликт Интересов У Меня Два Разных Обещания Должен Ли Я Нарушить Обещание Которое Я Дал Своему Отцу И Выполнить Обещание Тебе Подстрочный Текст Тогда Почему Я Должен Выполнять Обещание Тебе И Он Пользуется Передает Это Послание Через Придворных Чтобы Фараон Ответил Через Придворных И Чтобы Придворные Знали Выполнять Иосифу Обещание Или Не Выполнять Иосифу Обещание Вот Такая Сцена И Кстати Она Объясняет Почему Дальше В книге Исход Мы читаем Восстал Новый Фараон Который Не знал Иосифа Видите В книге Бытие Мы видим Что Иосиф Поработил Всех Египтян Они Стали Рабами Фараону Скорее Всего Гиксовскому В книге Исход Произошла Уже Революция Там Уже Не Гиксы Власти Библия Говорит Восстал Новый Фараон Который Не знал Иосифа И здесь Египтяне Думают Как Поработить Евреев Потому что Они Очень Похожи На Гиксов И Библии Неинтересны Революционные Ситуации Заговоры Перевороты Она Об этом Упоминается Только Вскользь Библия Интересует Биографии Вот Такая История И На Прощание Давайте Сделаем Упражнение Как У вас Получается Вести Бюджет Во-первых Попробуйте Посчитать Сколько Вы Заработали Денег От Начала Того Как Вы Стали Работать Все Деньги Во-вторых Посчитайте Во сколько Сегодня Оценивается Все Ваше Имущество Все Что Вы Приобрели Минус Долги Обязательства По кредитам Отнимите От первого Числа Второе Вы Получите Число Сколько Вам Действительно Удалось Сберечь Денег За Всю Вашу Трудовую Жизнь Всего Хорошего До Свидания Продолжение следует... Продолжение следует...